Вот девчонки мои сидят, куклы, и я сейчас, ой, я так сладкого хочу, я дома наелась и хочу сладенького. Привет, друзья мои. Такое красивое небо, такие красивые облака, знаете, так кажется, как будто бы это огромное какое-то страусиное перо. С такими пуховочками на кончиках, необыкновенно красивое небо, я не знаю, передаст ли это камера, но это так красиво, что я не могла этого не... Девчонки, я опять забыла купить сахар, и я забываю сказать Сереже, чтобы он купил сахар, это длится уже несколько дней. Ой, слушайте, это какой-то кошмар, но из любого положения есть выход. Как вы думаете, что я придумала? Что это плавает сверху? Лепестки розы, лепестки розы. Если кто-то видел из вас мое весеннее видео, весеннее, майское, наверное, я купила лепестков чайной розы. И засахарила их. И у меня еще их очень много. Я решила попробовать кофе с лепестками засахаренной розы. Это вкусно, я вам скажу. И знаете, когда-то... Сейчас я буду попивать кофеечек. Когда-то у нас продавались... Продавались пакетики кофе с мятой. Растворимый кофе с мятой. Мне очень понравилось. Это было, наверное, лет шесть назад. Я не знаю. Может, пять. А потом... А, и еще кофе с орехами. Растворимый кофе. Но это было очень вкусно. Мне нравилось. Потом однажды я попробовала кофе с медом. Растворимый кофе с медом. Мне тоже это очень понравилось. И вот сейчас я попробовала кофе с розой. С настоящей розой. Ну, а кофе у меня, как всегда, здесь... Может быть, оно не очень эстетично выглядит. Но очень вкусно. Да, так и чем я, да? Кофе, кофе. В общем, я вам так скажу. Надо экспериментировать. А, одно время, знаете ли, я была увлечена. Кофе с корицей. Ну, потом что-то такое случилось, что я очень перестала это дело любить. И не делаю кофе с корицей. Я не знаю почему. Что-то мне совсем разонравилось. Вот. Да, я хотела сказать, что здесь у меня кофейный коктейль. Здесь и растворимый, и натуральный кофе. Знаете ли, натуральный кофе завариваю. Ну, как-то не так, не то. И добавляю еще немножечко растворимого кофе. Посмотрите, осенняя муха. Сонная, сонная. Фуф, улетела. Я на нее подула, а она улетела. А то хотелось залететь ко мне. Зачем? Захотелось сказать пару слов. Так о чем же можно говорить с экрана? И можно ли о своей личной жизни рассказывать с большого экрана? Я полагаю, можно. Мое мнение, что каждый блогер имеет право высказаться. И у каждого блогера образуется своя аудитория. И осуждать блогера за то, что он что-то такое рассказал, что, в общем-то, кто-то из подписчиков или зрителей считает неприличным, мне кажется, что это, ну, как минимум неумно. Почему? Потому что, понимаете ли, у каждого человека своя психология, у каждого человека какие-то свои потребности пообщаться, что-то кому-то рассказать. Вот даже возьмем меня, да? Я человек очень открытый. Ну, может быть, не все я рассказываю, но в любом случае то, что мне хочется рассказать, я рассказываю. Обязательно. Вот было очень много прений на тему развода моей дочери, да, о котором она рассказала в своем видео. Вы знаете, девчонки, я вот думаю... Продолжу свою мысль, а то у меня устала рука. Я вот и думаю. Вот люди видят название. В названии... Название это краткое содержание видео, да? Там же не было написано, как выпекать тортики или там еще что-то, да? Там сразу прямо было написано развод, ну и там и прочее, да, название видео. Но люди его смотрят. Ну, друзья, если вы считаете, что это что-то такое, я обращаюсь только к тем, кто осуждает такие видео. Если вы, ребята, девочки, кто-то из вас считает это видео, допустим, неприличным, вообще смотреть не надо. Вот я никогда не буду смотреть порноху. Ну, не потому что я считаю ее неприличной. То, что неприлично, я считаю, это понятно, да, но мне это просто не нравится. Я не буду смотреть издевательства над животными, потому что мне от этого будет просто плохо, просто, ну, вообще это невозможно. Я просто потеряю сознание на третьем кадре. Поэтому, девочки, вы знаете, видео, вот любое видео снимается для друзей, для подруг. Вот я, например, да, меня некоторые люди, ну, вы знаете, на просторах интернета народу много, некоторые люди меня осуждали там за то, что я выхожу на экран в халате там. Ребята, я же выхожу на экран в халате, чтобы попить кофе в этом халате со своими подругами. Виртуальные они. Что значит виртуальные? Они же реально существуют. И они тоже, я думаю, с утреца в халатике. Кто-то с сигареткой, кто-то без сигаретки, за чашечкой кофе, чая. Тоже общаются со мной и пьют со мной любимый свой напиток. Поэтому я считаю, что, знаете, каждое видео снимается для друзей, для тех, кому это нравится. А кому это не нравится, я думаю, что нужно искать другие каналы, которые будут удовлетворять запросы тех людей, которым не нравится, там, допустим, этот канал или это видео. Я, например, тоже вот смотрю блогеров, да, некоторые видео мне их нравятся, некоторые не нравятся. Вот те, которые мне нравятся, я смотрю, те, которые не нравятся, я пролистываю и жду следующих, которые мне подходят по теме. Но я не осуждаю. А чего осуждать? Господи, каждый человек имеет право высказать своё мнение. Тем более, если человек открыл свой канал, значит, у него есть потребность в общении, значит, у него есть потребность сообщить своим виртуальным друзьям. Я замечу, что именно друзьям что-то своё личное имеет на это право полное. Не осуждаю совершенно. Некоторые клёны потеряли свою листву на фоне абсолютно зелёных листьев других деревьев. Абрикос, Орехи, тополя, Сейчас я немножко загрузила камин. Мне хочется сверкания хрусталя. Вот нравится мне это. Хрусталь, лампочки. Осенью я люблю такие уютные картинки. Скажу попроще, да? И тепло. Тепло от камина. И, кстати, девочки, ещё один новый аромат от Ля Риф. Может, я неправильно произношу? Вы уж меня простите. Сейчас я вам покажу пузырёчек. Вот пузырёк этот. Но вы знаете, опять я не дождалась полного раскрытия, и произошло некое разочарование. Вот этот аромат, когда его брызгаешь, первые ноты очень приятные. Такие цветочные. Но потом они уходят, и остаётся тот, я не скажу аромат, а тот запах, который я не люблю. Он потом остаётся. Ну, не очень насыщенно так, который... Ну, вот остаётся. И я уже сколько раз давала себе слово поносить аромат на себе, а потом брать, не поддаваясь эмоциям. Ну, видите, в очередной раз я сделала такую ошибку. Мои грабли... Я бы даже, знаете, что сказала? Вот в этом плане я свои грабли ношу с собой. Вот так бы я выразилась даже. А это то, что я недавно покупала. Я вам рассказывала. Этот аромат был. Этот. На них акция была. Я взяла. Так. И вот этот зелёненький. Это я вам тоже уже показывала. Ну, а это вот новоиспечённый красивый пузырёк. По-другому и не скажешь. Вот какое-то время он очень приятен. Я люблю аромат цветов. А потом уходит в ту ноту, которую я не люблю. Возможно, это удовая нота. Я очень подозреваю, что эта нота называется удовая. Не знаю. Сейчас пока ещё... Вот я брызнула. И пока ещё, вы знаете, пока ещё он хорошо держится. Ещё пока приятно пахнет. А вообще есть аромат. Это у нас что? Лариф. Есть аромат от Биэс. Чё-то там Forever Woman или Forever Off Woman. Вот тот аромат мне очень нравится. Я носила его на себе. И он так и остался пахнуть розой. Чайной розой. Вот я его хочу приобрести. Ну, чуть позже уже. Вот такая осень. Утро. Это утро. Сегодня у нас... Сегодня у нас, друзья, шестнадцатое уже. Уже шестнадцатое октября. Вторник. Сейчас я это всё уберу. Сейчас я это всё уберу. Всю эту прелесть. Так, где мой кот? Вот мой кот. Я, девчонки, пью сейчас кофе с розой, как я уже сказала. И вы знаете, так втянулось. Мне так это понравилось, что я подумала. Зачем мне сахар покупать? Знаете, это так вкусно. Он не только этот кофе с розой, он ещё и с огоньками. Видите, какой. Видите, какой кофе у меня классный. А вообще, я вам хотела сказать. Вот эти духи от Avon. Самый White. Где тут? Ага, Самый White. И что там у нас ещё? Почитайте. Потому что я не вижу. Я сейчас без очков. Вот этот розовенький колпачок. Очень нежный, цветочный аромат. Мне очень нравится. Видите, насколько мне нравится? Я его только недавно приобрела. И вот настолько он мне нравится. Нежный, чудесный, прекрасный. Но, по-моему, не очень стойкий. Я не могу понять. Просто действительно, зачастую ароматы, которые мне безумно нравятся, я, когда наношу их на себя, я их перестаю чувствовать. А ароматы, которые мне не нравятся или не очень нравятся, я их ощущаю целый день. Но иногда для разнообразия пользуюсь. Ну, которые не нравятся, теми, конечно, я не пользуюсь. А теми, которые, знаете ли, так, 50 на 50, я иногда пользуюсь для разнообразия, но я их ощущаю целый день. Хотя есть аромат, есть несколько ароматов, любимых мною, которые я тоже ощущаю целый день. А этого я вот потом не ощущаю, но он очень приятный. Наверное, не стойкий, не знаю. Сейчас 10 часов утра. Еще утро. Поэтому у меня так и получается. То в халате, то без макияжа. Потому что мои видео, они прежде всего эмоциональные. Вот сию минуту мне захотелось сделать вот это видео, вот вдруг снять и с вами поделиться. И я тут же хватаюсь за фотик и все это делаю. А, да, так вот, что я хотела сказать. Вы знаете, хорошо это или плохо? Да никак. Ни хорошо, ни плохо. Кому-то нравится эмоциональное, кому-то нравится разумное. Знаете ли, как я уже сказала, каждый блогер находит своего зрителя. И каждый зритель находит своего блогера. И получается все очень хорошо. Поэтому, да, я сейчас без макияжа абсолютно и в халате. Но захотелось об этом сказать, я говорю. Пироженки едим. Несмотря кто. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот девчонки мои сидят, куклы. И я сейчас. Ой, я так сладкого хочу. Я дома наелась и хочу сладенького. Моришка улыбается и даже хохочет над моей слабостью все снимать. А Настя вообще хидничает. Сейчас я ее побью чем-нибудь. Чем эклером? Не знаю. Нет, эклером я бить не буду. Я эклер лучше съем. Все, пошла. не обращайте внимания на то, что происходит там сзади меня. Это просто катастрофа. Анастасия, вам слово. В общем, стою я, значит, с Сережей на кухне. И тут пахнет какими-то очень вкусными духами, которые мне понравились. Я спрашиваю, это твои духи или нет? Ну, в смысле, мои или нет? Ну, да. Вот. Потом я вот так вот прибегаю сюда, спрашиваю, какие это были духи. И, в общем, мне не понравились или мне их отдала. Конец истории. Это версия на императрицу. Они очень вкусные, поэтому всем до свидания. И там из-за шторки Сережа одобрил, и они опять дерутся. А вообще мы собираемся на рынок. И я сейчас буду все-таки попытаюсь что-то нанести на лицо, потому что перед этим за несколько минут, может быть, минут за 20, Настюша мне сказала, что она абсолютно равнодушна. мне нравится. таких очень мало. Я в основном больше как-то по ощущениям. Ну, Ну, да. Нет, ну, да. Я больше не короватом, как-то косметики. Понятно. uerна. Чао. Продолжение следует... Продолжение следует...